Друзья, всем большой привет! Сегодня мы поговорим о пяти важных правил выбора оптического прицела для пневматики. Но перед просмотром подпишись на канал и поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поехали! Популярность пневматического оружия сейчас имеет невероятную силу. И имеется множество винтовок от различных производителей. Во многих странах даже разрешена охота с пневматикой, поэтому наличие специального оптического прицела является одним из обязательных моментов, чтобы успешно поразить цель. Разнообразие прицелов многих стрелков заставляет обращаться за помощью к самим продавцам, которые не всегда могут правильно подобрать оптику именно к вашему оружию. Существует несколько важных правил, которые следует знать каждому владельцу пневматической винтовки, чтобы подобрать для себя самый подходящий вариант оптики. Первое. Обращайте внимание на диаметр объектива прицела. Их может быть очень много, но для пневматического оружия большой объектив не нужен. Безусловно, большой диаметр дает лучшую картинку, но это приводит к увеличению массы. Повышает опасность повреждения стекла при выстрелах. Рекомендовано выбирать модели с диаметром от 20 до 32 мм. Это считается самым оптимальным вариантом. Второе. Кратность оптики является вторым важным показателем, на который следует обращать внимание. По правилам она тоже не должна быть слишком большой, потому что это приведет к сложностям в прицеливании, когда поле зрения становится очень маленьким. Из-за этого цель стрелок вынужден долго искать. Размер кратности прямым образом зависит от дистанции стрельбы. Если ваша предельная дистанция заканчивается пятью-десятью метрами, то кратности трех бывает достаточно, хотя некоторые практикуют вариантами до шести крат. Если же будете стрелять на 100 метров, то лучше брать оптику с кратностью на 9 или 12. Самой ходовой и распространенной считается кратность на 4. Предпочтение отдавайте прицелам, у которых зафиксирована кратность, а не регулируемая. Такой выбор сэкономит вам деньги. Третье. Крепление на прицеле должно быть надежным, чтобы настройки не сбивались после первого же выстрела. Есть несколько вариантов, но лучше выбирать крепление по форме моноблока, на котором есть два кольца и специальные крепежные болты. При таком варианте кольца не будут смещаться при выстрелах. Хорошо, если они дюралевые или стальные. Четвертое. Цена оптического прицела волнует каждого владельца пневматики. Покупать дорогую вещь или же лучше взять что-то проще. Здесь все зависит от вашей винтовки, ее мощности и предполагаемой дистанции выстрела. На бюджетное оружие не стоит вообще ставить дорогую оптику. Вам следует приобрести какой-нибудь прицел стоимостью до 30-50 долларов. Для винтовок среднего ценового диапазона подойдут прицелы по цене около 100 долларов. Все остальное уже годится для самых элитных вариантов пневматики. Пятое. Выбор конкретного производителя является еще одним важным правилом. В этом случае предпочтение отдавайте в первую очередь с тем, кто одновременно производит само оружие и оптику к нему. Например, гамма. Если у вас винтовка от этого бренда, то лучше и оптику брать от него. Много положительных отзывов можно услышать о брендах Zeiss, Lippers, Bushnell, Pilot, BSA. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Также пишите в комментариях предложения по видео. С вами был Егор. До встречи!